Открыто уголовное производство по факту аварии на Римный Азот, годовщина убийства Павла Шеремета и как будут возвращать трудовых мигрантов в Украину. Итоги дня глазами наших журналистов. Здравствуйте. Уголовное производство открыла полиция по факту аварии на одном из крупнейших химзаводов Украины Римный Азот. Там произошла разгерметизация трубопровода. В небо поднялось газовое облако. Детали чрезвычайного происшествия знает Наталья Гаевская. В областном центре паника. Жители увидели огромное ярко-оранжевое облако, которое двигалось в сторону города. На место происшествия сразу выехали спасатели. Людей призывали закрыть окна, а в городской больнице развернули реанимационные койки. С момента поступления сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации все службы вовлечены. Действительно, видите, что здесь есть работники ГСЧС, работники лабораторного центра, экоинспекции и других необходимых структур. В пресс-службе предприятия после аварии сразу заверили – угрозы нет. Выброс нитрозных газов распространился только в пределах территории завода. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Спустя час после ЧП были готовы первые пробы воздуха. Угрозы для жителей нет. Облако в сторону Ривного не пошло, заявляют в ГСЧС. В настоящее время ситуация под контролем. Проводится мониторинг. Никакой угрозы окружающей среде нет. Жертв и потерпевших нет. Ситуация находится под контролем главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области. По информации лабораторного центра, опасный уровень газа составляет 5 миллиграмм на метр кубический воздуха. Тем временем экологи говорят, что выбросы могут быть опасны. Возможно, поражение дыхательных путей. Когда идёт дым оранжевого цвета, переходящий в бурый, это очень высокая концентрация. Выше 95%. Могут быть от лёгких, например, последствий, когда человек начинает кашлять и у него першит в горле. И слизистая оболочка глаз повреждена. К очень серьёзному душью и повреждению лёгочных тканей. Лаборатория областного центра продолжит отслеживать показатели воздуха ночью и завтра утром. Пока ситуация не нормализовалась, местные власти просят жителей не открывать окна и не выходить на улицу. При этом заявляют, что причин для введения чрезвычайного положения нет. Все показатели в пределах нормы. Наталья Гаевская, Новости Украины. Россия наращивает войска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. По его данным, увеличилось количество снайперов и разведчиков. Также проводятся военные учения для незаконных вооружённых формирований. А в Феодосии на территории оккупированного Крыма строят военный городок на 300 мест. По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на полуостров уже прибыли дополнительные силы. В связи с этим омбудсмен обратилась к международным партнёрам с призывом усилить давление на Россию. Под предлогом ликвидации последствий наводнений агрессор передислоцировал на полуостров около 21 тысячи человек специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Призываю международных партнёров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию как страну-оккупанта выполнять обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить нарушения международного законодательства. Вернуть трудовых мигрантов из-за границы в Украину. Такое задание стоит перед украинским правительством. Наша страна – лидер в Европе по количеству трудоспособного населения, которое работает за рубежом. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Алексей Любченко. На всеукраинском форуме «Украина-30». Чем власть собирается заинтересовывать потенциальных работников, узнавала наша Влада Цуркан. Около трёх миллионов украинцев каждый год уезжают работать за границу, сообщают в Министерстве экономики. Более десяти миллионов получают теневые доходы официально нетрудоустроенных граждан в Украине в два раза больше, чем тех, кто работает и платит налоги. В прошлом году, по данным Реестра физических лиц налогоплательщиков, 11 миллионов 300 тысяч граждан Украины получили официальную заработную плату. Почти 11 миллионов не получили ровным счётом никакого дохода. Плюс есть более 11 миллионов пенсионеров, размер пенсий которых зависит от легально работающих граждан. То есть имеем за счёт одного работающего содержание двух неработающих. Чтобы вернуть украинских трудовых мигрантов домой и укрепить экономику, правительство намерено упростить налоговую систему и предоставить льготы тем, кто хочет начать бизнес в Украине. Кроме того, создаются новые рабочие места благодаря децентрализации и президентской программе «Большое строительство». Благодаря фотовыставке отдельное внимание уделили на форуме «Украина-30» специалистам, которые работают в промышленной сфере, ведь именно они чаще всего уезжают работать за границу. Чтобы удержать квалифицированных специалистов в Украине, правительство намерено улучшить им условия труда и обеспечить достойной зарплатой, а также развивать специальные промышленные территории. Мы планируем реализовать программу строительства индустриальных парков. Следовательно, создать условия, которые будут заключаться в государственных инвестициях в инфраструктуру, как в транспортную, так и в промышленную, энергетическую, для того, чтобы в Украине строились индустриальные парки, создавались новые рабочие места. Речь идёт о 25 новых объектах в ближайшие три года. Также в Украине разрабатывают программу экономического восстановления, которая позволит создать новые рабочие места и увеличить рост валового внутреннего продукта, прогнозируют в офисе президента. Мы продолжаем и будем развивать программу орошения и регации, которая должна заработать по всей территории Украины. Мы считаем, что здесь лидирующая роль должна принадлежать министру аграрной политики. Потому что это, по меньшей мере, будет рост ВВП на 1,2%. Это возможность привлечь большое количество трудовых ресурсов. По прогнозу Министерства экономики, валовой внутренний продукт Украины к концу года вырастет на 4,1% по сравнению с 2020. А это позволит населению получать больше возможностей для стабильной работы и высокого заработка. Влада Цуркан, Александр Бугай, Новости Украины. Не закрывать, а трансформировать. В Украине стартует конкурс, цель которого – преобразование угольных регионов и городов. Ученые, инженеры, архитекторы, дизайнеры, урбанисты и экологи должны представить свои идеи по развитию инфраструктуры таких городов. Все подробности у Юлии Барбыш. Курировать конкурс по трансформации угольных регионов, который по замыслу организаторов назвали «Урбан Хакатон», будет Украинский союз промышленников и предпринимателей. Речь идет о городах, где расположены нерентабельные шахты, подлежащие ликвидации. «Урбан Хакатон» – это, по сути, командное соревнование специалистов. Их главная задача – разработать проекты, которые предусматривают создание рабочих мест и развитие экономики шахтерского региона. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отмечают, что трансформация угольных регионов – это не просто закрытие шахт, а социальная ответственность и новые инвестиции. Я бы сказал, не так закрыты, как реструктуризированы или плавно переведены в другую отрасль, для того, чтобы они обеспечивали другую работу. Я бы рекомендовал, собственно, организаторам этого хакатона привлекать не только светлые умы – айтишников, инженеров, ученых, а также привлекать непосредственно шахтеров или тех, кто сейчас учится на получение данной профессии. Всего планируют трансформировать 32 государственные шахты. Первыми городами станут Червоноград Львовской области и Мирноград Донецкой. Эта программа, которую мы предлагаем, может быть использована как модель для трансформации не только пилотных городов, но и всех последующих городов, в которых будут закрыты шахты. К 2030 году Украина столкнется с необходимостью закрыть шахты. И по результатам пилотов в Мирнограде и Червонограде целесообразно внедрять такую программу дальше для каждой утвержденной к закрытию шахты. Разрабатывать проекты будут с учетом мнения местных общественных активистов и экспертов. Жюри возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Также своим опытом и технологиями готовы поделиться немецкие специалисты и Всемирный банк. Юлия Бардыш, Максим Крадобек, Новости Украины. Массовые репрессии против журналистов и активистов и ужасные условия содержания в белорусских тюрьмах. Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану. На приеме в Белом доме она призвала США поддерживать гражданское общество Беларуси и усилить давление на режим Александра Лукашенко, а также призвать Кремль прекратить поддерживать этот режим. Качество следствия относительно дела Павла Шеремета можно будет оценивать после приговора. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в годовщину гибели журналиста. Тем временем под зданием ведомства активисты устроили акцию протеста. Около сотни людей требовали честного расследования этого дела. В конце акции зажгли фаеры и шашки с цветным дымом. Напомним, Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в Киеве. В декабре 2019 года правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве. Врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. На данный момент два фигуранта этого дела, Антоненко и Кузьменко, находятся под домашним арестом. Яна Дугарь освобождена под личное обязательство. При этом все трое отрицают свою причастность к этому преступлению. В батальоне патрульной полиции особого назначения «Луганск-1» имени героя Украины Сергея Губанова – пополнение. 25 жителей региона, которые прошли конкурс на замещение вакантных должностей, приняли присягу. Спецназовцы несут боевую службу вдоль всей линии соприкосновения. В октябре подразделения планируют доукомплектовать. Поздравляю вас с принятием присяги. Слава! 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 Пошла в батальон, потому что у меня муж работает в полиции. Друзей много, которые агитировали меня. У меня очень сильный характер. Знала, что не будет у нас. Ты девочка, а ты мальчик. У нас все будет одинаково. Когда начался набирать в Дуганск-1? Когда начался набор в Луганск-1, я просто понял, что это мое. Я пошел служить. Прошел конкурс. Сейчас у меня только позитивные эмоции. Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам – один из трех главных праздников в исламе. В Украине проживают порядка двух миллионов последователей этой религии. Во всех регионах сегодня проходят массовые молитвы и совершаются праздничные обряды. О том, как отметили Курбан-Байрам в Украине, расскажет Данила Кобза. С самого утра в мечетях Украины собрались сотни мусульман. Торжественные богослужения прошли во всех городах страны. Курбан-Байрам для многих мусульман – самый важный праздник в году. Как вы празднуете Пасха здесь? То есть общий праздник, весь народ празднует, оно видно по улицам, видно везде, что праздник. У нас то же самое, что видно, что праздник. Все ходят друг к другу в гости, все поздравляют, все довольны. Согласно Корану, а именно истории о пророке Ибрагиме, центральным ритуалом в этот день является принесение Курбана – священной жертвы, которая должна приблизить совершающего обряд к Аллаху. Один из самых значимых ритуалов, которые выполняют мусульмане в этот день – это жертвоприношение. Это еще идет со времен пророка Ибрагима Аворама. И проявляя покорность Богу, мусульмане приносят в жертву животные, и мясо раздается бедным, нуждающимся, чтобы в этот день все были счастливы. Утро в этот день у мусульман всегда начинается с торжественного намаза и проповедей духовного наставника. Главный же муфтий Украины шейх Ахмед Тамим сегодня провел церемонию в киевской мечети Ар-Рахма. Наша проповедь была о том, чтобы мусульмане на самом деле в практике были братьям, потому что сплоченность общества состоит из теплого взаимоотношения и взаимопонимания. А мусульмане в Украине – часть многонационального украинского общества. Курбан-Байрам во всем мире будут отмечать еще два дня. На протяжении всего праздника будут проводиться торжественные мероприятия, такие как молитвы и проповеди. Также в мечетях будут раздавать мясо всем нуждающимся. Данила Кобза, Анна Городенцева, Анастасия Волкова, Дмитрий Борщ. Новости Украины. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Украине и мире. Естественно, о самых главных событиях мы расскажем уже в следующих выпусках новостей. Подпишитесь на наши интернет-страницы, наш телеграм-канал. Адреса прямо сейчас появляются на ваших экранах. Берегите себя и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова